Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте в этом выпуске. Конференция с участием Зареси Наняна пройдет в Париже. Молодежь общины Ханкована-Арцаха своим трудом благоустраивает родину. Своим нынешним обликом Константинополь обязан армянским архитекторам. Суд отклонил план открытия мраморного рудника на горе Илайл в Западной Армении. США провел операцию в Идлибе, 13 жертв, 7 из которых были мирными жителями. Группа дерсимских армян из Западной Армении посетила Ереван. Канал Менуа до сих пор используется в Ване в Западной Армении. Большинство армян считают Турцию и Азербайджан главными политическими угрозами для Армении. 9 февраля 2022 года в 19.00 по местному времени в мэрии 15 округа Парижа состоится конференция на тему «Торгово-экономические отношения между Арменией и Францией с участием Верховного комиссара Республики Армения по делам диаспоры Зареси Наняна». Конференция организована армянским движением и будет транслироваться онлайн. Община Ханкован Мартакерского района Арцаха была основана 100-150 лет назад. Мэр Ханкована Лорик Абрамян говорит, что в 1929 году поселок вместе с соседним Вагухасом считался общиной. Но в 2001 году они разделились. Абрамян сказал, во время моего пребывания в должности нашему селу уделялось большое внимание со стороны правительства. В домах семей погибших борцов за свободу недавно был проведен капитальный ремонт. И с нуля построены новые дома для четырех семей. В селе есть муниципалитет и медицинский пункт, которые нуждаются в ремонте. Жители обеспечены электричеством, но поселок не газофицирован. После получения начального образования учащиеся продолжают обучение в школе Вагухас. У нас нет детского сада, все жители поселка обеспечены работой. Также они занимаются сельским хозяйством. Своим сегодняшним обликом Константинополь обязан армянским архитекторам, оставившим свой след высокого искусства в султанской столице. Одна только династия Бальянов построила более двух десятков дворцов, в том числе самое большое здание в истории Востока и визитную карточку Турции – Дома Бахче. Этот дворец в стиле барокко, который своим великолепием может соперничать с любым европейским дворцом, был построен отцом Бальяном за 10 лет – с 1842 по 1853 года. Сегодня в Дома Бахче, наряду со многими другими сокровищами, хранится коллекция из 23-х картин Айвазовского. Позже, услышав о резне армян в Османской империи, Айвазовский выбрасывает в море все призы и награды, полученные им от турецкого султана, поклявшись больше никогда не посещать Турцию. Был подан иск против мраморного рудника, который будет построен в горном районе Себастья в Западной Армении. И отчет оценка воздействия на окружающую среду был положительным. В своем решении суд подчеркнул, что этот регион является священным для ливийцев. Министерство и строительная компания обратились в Государственный апелляционный совет с просьбой отменить решение суда. Однако апелляционная палата также отклонилась заявление и сочла решение суда законным и 14 декабря 2021 года единогласно оставила его в силе. Если бы шахта была открыта, права людей, живущих у подножия горы, были бы нарушены. Это решение важно с точки зрения безопасности жителей региона, а для ливийцев важно с точки зрения веры. Американские военные начали вооруженную операцию против человека, связанного с ИГИЛ. В Идлибе на северо-западе Сирии сирийская группа по правам человека в Великобритании заявила, что по меньшей мере 13 человек были убиты, в том числе четверо детей и три женщины. Группа заявляет, что это крупнейшая операция на севере-западе Сирии после убийства лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади в октябре 2019 года. В Ереван с рабочим визитом прибыла группа дерсимских армян из провинции Дерсим в Западную Армению, в том числе Миграм Паркич и Асатур Балкис. Для некоторых из них это был первый визит в столицу республики Армения. Дети Западной Армении, которые до сих пор живут в своей колыбели оккупированной Западной Армении, посетили ряд исторических и культурных памятников и познакомились со столицей. Для армян дер Сима было очень важно посетить мемориал геноцида, музей геноцида, а также кафедральный собор Ачмеотина. Гости также были приняты в ереванском офисе телеканала Западной Армении Western Armenia TV. Гости уехали из Еревана с хорошими впечатлениями, надеясь приехать еще. Тем не менее, необходимо помнить, что геноцид против армян произошел в Западной Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал исследователь исторических материалов Хажак Сириканян. Канал Менуа в Ване был построен царем Менуа, вероятно, в конце IX и начале VIII веков, для снабжения питьевой и поливной водой столицы Тушпа. Длина 70 км, ширина 4 метра, глубина 1,5 метра. Канал используется до сих пор. В клинописной записи о строительстве канала говорится, власть у Менуа сына Ишпуини, великий царь, могучий царь, царь земли Бияни, проложил этот канал города Тушпы. Название – канал Менуа. Тюрколог Варужан Гегамям пишет, американская организация опубликовала очередные результаты опроса общественного мнения в Армении. По некоторым результатам опроса можно понять, как граждане Армении относятся к отношениям с Турцией. Вот некоторые результаты. Подавляющее большинство опрошенных считают главными политическими угрозами для Армении. Турцию – 90% и Азербайджан – 77%. Последних подавляющее большинство также рассматривает как угрозу безопасности. Соответственно, 88,81% и экономическую угрозу – 68,52%. Соответственно, большинство населения Армении, к счастью, понимает, что Турция и Азербайджан стремятся уничтожить Армению, как самостоятельный политический фактор. О реальном мире не может быть и речи. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале «Западная Армения». На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.